Ровно 30 лет назад Молдова официально отказалась от Приднестровья. 23 июня 1990-го Верховный Совет тогда еще Молдавской ССР принял декларацию о суверенитете и признал ничтожным пакт Молотова-Риббентропа. А ведь именно на его основании к территории Приднестровья в 1940 году присоединили Бессарабию, создав союзную республику со столицей в Кишиневе. Решение парламента в 1990 году нынешние молдавские власти стараются вспоминать только как первый камень в фундамент своей государственности. Тот факт, что 30 лет назад Молдова по сути отказалась от Приднестровья, старательно обходит стороной. В комиссию по политико-юридической оценке пакта Молотова-Риббентропа тогда входили Андрей Сафонов, нынешний депутат Верховного Совета, историк Петр Шорников и убитый в 1992-м террористами группы «Бужор» Николай Остапенко. Они уже тогда указывали своим молдавским коллегам-депутатам, к чему приведет их отказ от признания последствий пакта. Но противостоять общему националистическому настрою тех, кто воспринимал события 40-го года как силовой отрыв Бессараби от Румынии, они не могли. Заключение комиссии было таким. Молдова не признает пакт Молотова-Риббентропа и его секретные соглашения. Они попали в ловушку. Ловушку какого плана? С одной стороны, провозгласив незаконность создания Советской Молдавии, Молдавской ССР 2 августа 40-го года, а с другой стороны, продекларировав, что Приднестровье это все равно якобы их территория, они уже оказались в таком юридическом как бы казусе. Но в данном случае сыграла роль свою, я бы сказал, националистическая ограниченность, когда люди просто-напросто считали, что они могут силой задавить своих оппонентов и не обращать внимания на полную юридическую абсурдность собственной позиции. Андрей Сафонов вспоминает, голосование в парламенте было непростым, но победило националистическое большинство. В те годы в Кишиневе делали все, чтобы, забыв советское прошлое, расчистить путь в Румынию. К позиции оппонентов никто не прислушивался. Позиция была достаточно простая, четкая и патриотическая. Советско-германский договор о ненападении являлся триумфом советской дипломатии, который позволил не только выиграть время и получить два дополнительных года на подготовку войны с гитлеровской Германией, позволило вернуть наши земли, которые были потеряны после революции 1917 года, и в частности Бессарабию. По принятому заключению Молдова признавала свои границы лишь до 2 августа 1940-го, а значит, де-факто и де-юре возвращала ситуацию к тому моменту, когда были два субъекта – румынская Бессарабия и Приднестровье в составе Украинской ССР. Двойные стандарты молдавских политиков проявлялись уже тогда, в момент создания вот этой молдавской государственности. Потому что, когда одной рукой вы устанавливаете унитарный статус государства, говорите о том, что вся Молдавская ССР была создана в нарушении каких-то там тысячелетних прав, но при этом отрицаете право жителей Приднестровья точно так же определяет свою судьбу, как это пытались сделать молдавские политики в 1991 году, но только для правобережной республики Молдова. О том, что в начале 90-х Молдова сама разрушила свою государственность, не раз говорил и президент Красносельский. По его словам, своим решением парламент Молдовы фактически разделил Бессарабию и Приднестровье и отказался от появившегося в результате пакта общего государства. Причем сделал это Кишинев за несколько месяцев до создания Приднестровской Молдавской Республики. Продолжение следует...